Тем временем национальная валюта продолжает свое падение. За несколько недель доллар подорожал на 4,5 гривны. Еще в прошлый понедельник за валюту США просили 25,5, сегодня 28,20 и выше. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса гривны, но экономисты говорят, страшнее курса 30 являются методы борьбы Национального банка за национальную валюту. На прошлой неделе, когда курс стремительно рос, Национальному банку имело смысл уйти с рынка, а не тушить пожар финансовыми запасами. Тогда за день-два курс дошел до 30 гривен за доллар, и тогда уже продавать валютные резервы. Те же Соединенные Штаты не вмешивают ситуацию на фондовом рынке. Да, это рынок. Государство, когда нужно, вмешается. Но так, как поступает Национальный банк, это, вы знаете, когда вот операция, нужно удалить аппендицит, каждый день вот по кусочку удаляют, удаляют, готовят за то, чтобы не сразу удалить, а растянуть. Но это неправильно. То есть нужно было где-то 30, там, продать миллиард, полтора миллиарда долларов. Сразу бы с денежного рынка ушло бы, там, где-то 45-50 миллиардов гривен. Ситуация бы изменилась, уже курс бы начал гривни расти. Но некому национальному банку вести такие рассуждения. То есть традиционная политика, что при Януковиче, что при Гонтареве. Гривна дешевеет, доллара не хватает. В одесских обменниках дефицит американской валюты. Несмотря на то, что доллар достиг 28,5 гривен, не все пункты обмена и банки сегодня его продают. В городе и стране есть проблемы с доставкой банкнот. У нас есть некие запасы. И люди, у которых заканчивается срок долларового депозита, совершенно спокойно приходят и получают ту сумму, которую они должны были получить в валюте. В настоящий момент купить доллар наличный невозможно, потому что его просто нет в стране. Но у нас есть виртуальный доллар. И, собственно говоря, через Приват-24 вы можете купить эти доллары и пользоваться ими в электронном варианте. Еще одна причина дефицита – доллара в банках – так называемый денежный карантин. Во время сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире деньги также проходят дезинфекцию и самоизоляцию. Есть еще один момент. Нацбанк принял решение, что вся масса денег физических, вне зависимости от доллара, евро или гривны, должны уходить тоже на карантин. И деньги, которые привозятся, как доллары, так и деньги, которые собирают гривны наши инкассаторы, они заходят, скажем так, в хранилище, 14 дней находятся в определенном месте, после чего обрабатываются специальными машинами, дезинфицируются. Поэтому еще, может быть, с этим связана некая проблема с двором. Продолжение следует...